Здравствуйте любители шашек! Сегодня рассмотрим интересные примеры на тему связка правого фланга. Связка это один из наиболее распространенных приемов шашечной игры. На первом примере видно, что все шашки находятся на правом фланге и нужно их как-то связать. У них единственный ход на Е3, что поможет сделать черным ничью. Поэтому ходим ЕФ2, не даем этого хода и приглашаем на поле Ж3. Отходим. Если пойти сразу на Ж2, то у нас есть выжидательный ход, шашка С1 и черные шашки связаны. А если и пойдут в дамки на поле Ф2, то тогда мы жертвуем шашкой. Ходим СД2 и делаем размен на поле Е3. И получается у нас такая экономичная связка, где две шашки держат 3 и так далее с победой. Рассмотрим второй пример. У черных также много шашек на правом фланге. Не хватает еще шашки на поле Ф6, чтобы мы могли связать этот кулак. Проводим такой тактический прием. ДЦ5. Сразу мы связать не можем, так как шашка бежит в дамки. Тогда идет далее. ЕД2. И дамку ловим. Ж4 с боем на Ф4. И также у нас экономичная связка, где три шашки держат 5. На их единственный ход Ф5 мы бьем две. И не составляет труда, чтобы выиграть эту позицию. Отдадут в дамки. Проходят в дамки. И тут можно выиграть как угодно. Но самый эффектный выигрыш это жертву двух. АЖ7 и ЕФ4. И поставить дамку на Д8. Получается самоограничение, где собственная шашка мешает друг другу. Не может отойти. Рассмотрим следующий пример. Выигрыш достигается таким способом. Ходим АЖ3. Жертвуем шашкой. И связываем ходом ЖА4 эти четыре шашки. Теперь ЖФ4 ходить не могут из-за комбинации. Одну АДА3 забрать. И после размена жертвуем шашкой. И оппозиция в пользу белых. Также нельзя ходить БА3. То же самое ДЕ3. АДАЮ2 меняются. То мы снова жертвуем. И также оппозиция в пользу белых. Но если отдадут шашку БЦ3. И выйдут на поле Ф4. Тогда мы их остановим. На ФЕ5 мы пробегаем в любки. И легко выигрываем. Если пойдут АЖ5, то выигрыш такой. БЦ5, ЖА6, ДЦ3 уходим от размена. И спокойно бежим в дамки. Черные не успевают построить ударные колонны, чтобы разменять шашки. Бьем дамкой. И так далее с победой. Рассмотрим. Четвертый пример. Черные зашли в любки. Чтобы выиграть эту позицию, нужно пойти АЖ3. Если бьют назад, то лишняя шашка, разжжен, легкий выигрыш. Если бьют в дамке, тогда дамку ловим ходом АФЕ3. На АЖ5 простая связка, ЖА4. На АФЖ5 с элементом жертвы. ДЕ7 и ЖА4. Также две шашки держат три. Рассмотрим пятый пример. Тут выигрыш очень прост. Но если сыграть на глазок, то можно и упустить выигрыш. Так как у белых есть две идеи. Это провести комбинацию до Е5. Но она ничейная из-за контркомбинации. АЖ7, ЖА6. И белые не успевают ни отбросить, ни поставить дамку, чтобы поймать. И так далее с ничьей. А на самом деле выигрыш очень простой. Будет поменяться 2 на 2. Назад. ФЕ5. Бьем 2. И у черных нет хорошего хода. На закрытие ЖА6 ходим ФЕ3. АЖ7, ЖА4. И так далее с победой. Рассмотрим шестой пример. Очень часто встречается в партиях. Особенно в гамбитных позициях. Уже связка на правом фланге. Но есть отсталая шашка А1. Тут, чтобы выиграть, нужно применить жертву. Так, ЕД2, АБ4. Если пойти просто так ЕФ4, то белые проиграют. После размена АБ2, ЦБ4 в пользу черных. Поэтому применяем жертву АБ2. Отдаем в дамки. И дамку ловим. Но и тут не все так просто. Если пойти сразу в Е5, то нужно проводить комбинацию именно на АЖ8. Чтобы, когда они будут уходить в дамки, мы могли по двойнику отрезать им путь. А если пойти БА3, то ДЦ3. И на выход ФЕ5 тоже именно точную комбинацию нужно провести. Если мы сразу проведем, то черные пробегут в дамки. Поэтому нужно сначала отдать ЦБ4. Отдать ЖФ6. И побить три шашки на поле Б6. Ну и тут уже простой выигрыш. Так как белые успевают остановить шашку. И так далее с победой. Ну и заключительный пример. Тоже часто встречается в партиях. Особенно в центральных позициях, когда давят центром. Тут можно выиграть как ЕДА2, так и БЦ5. Эффектнее выиграть БЦ5, так как жертва ЦД6. Можно пойти и ЕДА2. Нападут. Нападут. Отходим. Заходят в люпки. ФЖ3. Отыгрываем шашку ЖФ4. И прорываемся в дамки. Как я говорил, есть эффектный выигрыш. Жертва шашки ЦД6. И получилась у нас жертва со связкой правого фланга. АБ6 и тут уже оппозиция. И так далее с победой. Если хотите посмотреть более сложные примеры, то ссылка будет в описании на предыдущее видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Шашки для всех. Продолжение следует...